Харли Дэвидсон Верот, Ямаха XV 1900 Трейдер, Сузуки М109R Булевард и Дукатикс Диавель. Что? Я абсолютно уверен, что примерно такой будет первая реакция любителей больших тяжелых мотоциклов на новинку под названием CU525. Вообще перед нами первая попытка китайской марки Watch выйти на рынок круизеров. Вот только круизер круизера рознь. Если обычно это понятие означает мотоцикл, сделанный в классических традициях. То есть ведь и под класс пауэр-крузеры. А это уже нечто совершенно другое. Это да, большие тяжелые, но мощные, самое главное моментные мотоциклы с крупными и форсированными моторами. Это история про бёрнаут, про дым из-под заднего колеса, про пушечные старты со светофора. Это нечто особенное. И внешне новинка от Watch, она как бы отсылает нас к миру пауэр-крузеров и охвостим, и вот этими странными воздухозаборниками. Хотя, разумеется, на самом деле перед нами все-таки нечто более простое. Разумеется, ни одна из перечисленных выше моделей прямым конкурентом SU-525 не является. Там моторы больше в 2,5, в 3 раза, иногда даже во все 4. Это отдельная история. Конкуренты у него есть, но совершенно другие. Это, кстати говоря, очень интересная история. Потому что, если мы говорим про рынок новых мотоциклов в России, то соревноваться новинка от Watch будет с Benelli 502C. Это тоже пол-литровая модель с двухцилиндровым рядным мотором, которая стилизована слегка под пауэр-крузер, но там очевиден намек на продукцию марки Ducati. Это не так важно. Важно другое. На мировом рынке ключевой конкурент совершенно другой. Honda Rebel 500. К чему это любопытно? Там рядный двухцилиндровый двигатель, опять же, объемом 471 кубический сантиметр, мощностью 46 лошадок. Что в этом интересно? Здесь, по сути, тоже хондовский мотор, тоже рядная двойка. Это действительно копия японского агрегата, но копия вполне достойная. Более того, усовершенствованная. Не так давно объем слегка увеличили. Сейчас он составляет 494 кубических сантиметра. И есть два варианта форсировки. Во-первых, 48 лошадиных сил. В этом случае мотоцикл попадает в европейскую категорию А2. И есть чуть более мощная версия, 54-х сильная, которая, как я понимаю, и будет продаваться в России. Иными словами, среди своих, но, откровенно говоря, немногочисленных конкурентов, вот самый мощный. Что еще любопытно? Шасси. Здесь у нас стальная трубчатая рама. И на первый взгляд можно решить, что она дуплексная и замкнутая. Это, скорее всего, не так. Мне кажется, основная часть рамы проходит под баком верхней части мотоцикла. А то, что мы видим внизу, это сборка из трубчатых элементов, которые внешне раму напоминают, но частью несущей конструкции, наверное, все-таки не являются. Что касается защиты, очень приятно, что она есть. Возможно, да, не самая мощная, но вот эти крэш-бары очень вам пригодятся, если вы уроните мотоцикл на небольшой скорости. Коробка передач традиционно шестиступенчатая, впрочем, кажется, других теперь и не делают. Давайте поговорим о передней части мотоцикла, потому что здесь очень много любопытных деталей, иногда странных, иногда интересных. Фара привлекает внимание с первого взгляда, она чуть не привычной вытянутой формы, хотя подобную светотехнику мы уже встречали на некоторых американских мотоциклах. Кстати, и там, и здесь светит такая фара более чем прилично. Дальше мы обращаем внимание, ну, конечно же, на вот такие воздухозаборники, которые, собственно, и отсылают нас к мотоциклам класса Power Cruiser. Честно говоря, издалека они, да, выглядят неплохо, но когда ты подходишь поближе, у тебя возникает ощущение, что по качеству изготовления они похожи на пластмассовые модели самолетов, которые мы с вами когда-то клеили в школе. Дальше мы переходим к подвеске. Здесь перевернутая вилка, да, не самые толстые перья, но, тем не менее, это перевертыш, вроде как прогрессивная система. Что касается тормозов, капельку обидно, потому что тормозной диск только один. Мотоцикл не очень тяжелый, 178 килограммов. Мощность, опять же, полсотни лошадин к силу. В принципе, одного диска, наверное, достаточно. Четырехпоршневой суппорт у нас установлен от достаточно известной испанской компании, которая, впрочем, с 21 года принадлежит еще более известной компании Brembo. Кстати, вот у этой марки есть три, кажется, завода в Испании и один в Китае. Угадайте, с какого тормоза попали на этот мотоцикл. А вот про колеса в данном случае вообще отдельный сказ. Говоря откровенно, меня в китайском мотопроме раздражает их абсолютно пренебрежительное отношение к чистоте стиля. Вот почему-то они решили, что охвость и бак сделают как у пауэр-крузера, а потом, выбирая колеса, вдруг подумали, что создают Боббер. Сама вот эта стилистика, Боббер, она предполагает два таких пухленьких бублика одинакового диаметра. Такие колеса у нас и появились. Посадочный диаметр 16 дюймов, ширина переднего колеса 130 мм, заднего 150 мм. Они очень похожи, как бы по стилю подходят друг к другу, но не к верхней части мотоцикла, но когда это останавливало китайцев. Если говорить о вещах более практических, то отмечу, что задняя светотехника у нас разнесенная, здесь габариты стоп-сигнал, тут поворотники, ременная передача на заднее колесо, между прочим, не цепь, это будет многим приятно. Что касается задней подвески, то здесь классика двусторонний маятник и сдвоенные амортизаторы, прям как на настоящем классическом мотоцикле. Кстати говоря, здесь можно подрегулировать преднатяг пружины. Ну что ж, пора бы присесть наконец-то на мотоцикл. Высота по седлу 710 мм, на практике это означает, что удобно будет даже людям невысокого роста. То есть я сижу в абсолютно расслабленной позе, ноги слегка согнуты в коленях, и в общем мне не надо тянуться до асфальта. Это очень ценно, когда речь идет о мотоцикле этого класса. Кстати говоря, бывают круизерные седла еще ниже, установленные 710 мм. Это даже чуть высоковато, но тем не менее вполне удобно. Следом, руль у нас с вами. Ширина по рулю 875 мм. Это нормально, не много и не мало, но есть один важный нюанс. В данном случае зеркала установлены непосредственно на кончиках руля. В этом есть и плюсы и минусы. Начну, пожалуй, с минусов. Зеркала круглые, да, они отлично подходят по стилю, они интересно смотрятся. Их, кстати говоря, можно настроить так, что вы будете видеть почти все. Но слово «почти» это в данном случае подводка к основному недостатку. Возможно, я не до конца разобрался, но, как мне показалось, с мертвыми зонами существуют определенные проблемы. То есть в целом, да, вы хорошо представляете, что там происходит позади и в целом по сторонам. Но, когда машина оказывается, ну, например, где-то вот здесь, получается ситуация, когда зеркала ее уже не показывают, а периферийным зрением, вы заметите, ее еще не можете. Неприятная, надо сказать, штука. В общем, к зеркалам здесь надо попривыкнуть. Дальше переходим к электронике. И вот тут уже интересно, потому что передо мной очень лаконичная и очень интересная круглая приборочка. Это не дисплей в привычном понимании. Скорее, приборка напоминает классические электронные часы. И это, скажу я вам, большой плюс, потому что все показания видны при любом освещении прекрасно. Но! Китайцы не были бы китайцами без спецэффектов. Здесь есть светящаяся каемка по краям приборки. Когда ты только начинаешь крутить газ, она синяя. С набором оборотов она почему-то зеленеет. Может быть, ей становится дурно. Но если ты выкручиваешь двигатель до упора, она делается, ну, разумеется, красного цвета. Тахометр у нас, ну, можно сказать, что ленточный, хотя это неправильно. В виде полосы над спидометром изображен. Данные, опять-таки, считываются легко и, что называется, интуитивно. Посадка здесь хороша. Во всяком случае, мне с моими 177 сантиметрами роста сидеть по-настоящему удобно. Спина прямая, наклоняться к рулю не нужно. Ноги не слишком согнуты в коленях. И, кстати, о ногах. Очень удачно расположили подножки. Их слегка вынесли вперед. То есть посадка получается немножечко чоперная, но при этом ты хорошо чувствуешь мотоцикл. И в целом это, ну, все-таки классическая посадка. Это, конечно, плюс. Что касается руля, он достаточно широкий, ухватистый, но при этом и не слишком велик размерами. То есть не шредья перемещаться легко и удобно. Но самая странная деталь – это фара. Дело в том, что ее вообще не видно с водительского места. И в первый момент у тебя возникает ощущение, что передок у мотоцикла попросту отрубили. Очень странное чувство. Если говорить о ходовых ощущениях, то 500-кубовый мотор работает неплохо. Крутить его легко и приятно. Скорость набирает машина охотно. Да, есть высокочастотные вибрации, которые передаются на подножке. Причем интересно, что в некоторых других моделях марка Водж умудрилась эти вибрации нейтрализовать. А в круизере они все-таки остались. Наверное, к сожалению. Управляемость приятная. С мотоциклом легко обращаться. Он охотно входит в повороты. Нет, это не спортбайк, конечно, но на нем приятно ездить и по небольшим серпантинам, и по развязкам на крупных трассах. Он совершенно подконтрольный. Он не преподносит никаких сюрпризов. С тормозами все тоже хорошо. Они достаточно интуитивны. Хотя, конечно, той прозрачности, которую обеспечивают сдвоенные диски на переднем колесе, здесь все-таки нет. Но в целом машина удобная, машина приятная. Машина наверняка будет хорошим другом в ежедневных разъездах по городу. У нас за такой мотоцикл просят около 750 тысяч рублей. И надо сказать, что по нынешним временам это невысокая цена. Если хотите в этом убедиться, посмотрите, сколько просят за конкурента марки Бинелли. Ну или попробуйте обнаружить новый, именно новый, Honda Rebel 500. И не надо, кстати говоря, думать, что у себя на родине, в Китае, такие же мотоциклы отдают по каким-то бросовым ценам, а у нас их накручивают в 2, 3 или 4 раза. Китайскому покупателю эта машина обойдется в 400 тысяч рублей. Да, существенно меньше, но меньше далеко не в разы. Если переходить к каким-то выводам, то надо признать, что машина получилась приятная в управлении. Очень простая, понятная, с низким центром тяжести. Для города вообще самое то. Она подойдет даже для загородных поездок и для небольших путешествий. Но, если говорить о стиле, то надо признать, что тут скрыта масса каких-то неразрешенных противоречий. С одной стороны, это бобер, если говорить про нижнюю часть мотоцикла. Верх почему-то от пауэр-крузера. Это путаница, распутывать которую никто, кажется, особенно не планировал. Здесь действительно масса довольно странных дизайнерских решений. Причем странных и при этом совершенно необязательных. Вот это мне действительно не слишком нравится. Но в любом случае мотоцикл интересный, присмотреться стоит. И еще одна любопытная деталь. Имя машины. Вроде бы там только две буквы, но их названия в английском языке складываются в английскую же фразу. See you, то бишь увидимся. И мне вот искренне интересно, увидимся ли мы с этими машинами на российских дорогах. Поймут ли их российские покупатели. Но это уж покажет время. А у меня на сегодня все. See you, то бишь увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok